В Союзе химиков заявляют, что российские производители пытаются повлиять на размер импортных квот серной кислоты. Я напомню, недавно их утвердили в Минэкономразвитие. Так кто же пытается надавить на чиновников, разбирались наши корреспонденты. Удар по квотам. В Союзе химиков Украины заявляют о попытках отменить недавно принятое ограничение на импорт в Украину серной кислоты. Еще в начале месяца квоты утвердили в Минэкономразвитие. До этого за счет импорта покрывали больше половины потребности наших металлургов. Ежегодно в страну возили более 80 тысяч тонн серной кислоты на десятки миллионов долларов. Большая часть поставок шла из России, а наши заводы из-за этого простаивали. Теперь украинское производство начало расти, однако тут же нашлись противники квот. Ищите деньги. Кого-то это интересует. Вот смотрите, 80 тысяч тонн завезли кислоты. 25-30 долларов тот, кто завозит, он зарабатывает на это. Это не мало, не много, 2 миллиона долларов. Понимаете? То есть вот где оно зарытое. Поднимается волна. Примерно известно, кто ее поднимает. Откуда корни растут, тут тоже всем понятно, что они из России растут. Поэтому все это направлено на то, чтобы подорвать экономическую мощь нашей страны. Квоты это и безопасность государства. Серная кислота один из компонентов в производстве взрывчатки. Зависимость от российского импорта серной кислоты это угроза для нашей обороноспособности, говорит Алексей Голубов. Более того, те же поставщики, у которых ранее продукцию закупали украинские импортеры, поставляли серную кислоту и для оборонной промышленности страны-агрессора. После введения квот лоббисты российских производителей сразу же начали пугать украинцев остановкой нашей металлургии, и даже падением курса гривны. Якобы украинские химики без импорта попросту не смогут справиться с внутренним спросом. Однако эксперты утверждают, мощности и хватит. Потребность может быть выше 100 тысяч тонн, обычно это 110-120 тысяч тонн, до 130. Производим мы 30-40 тысяч тонн, ну нормально 35-35. Можно производить значительно больше. Естественно, мощности могут быть загружены больше, потому что заводы просто не работали. Покрывать полностью украинское потребление украинское производство может. То есть эти 120-130, даже 150 тысяч тонн можно производить в Украине. Как утверждают химики, наши заводы могут увеличить производство стратегически важного ресурса в несколько раз. А это не только безопасность страны, но и работа для десятков тысяч украинцев. Главное – содействие со стороны государства. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности – телеканал Интер.